Говорят, это эффективнее, чем бег и позитивнее, чем пилатес. Сбросить лишний вес, повысить общий тонус организма и повеселиться от души. Скажете, это невозможно? Ничего подобного. Возможно. Тренируемся как кенгуру или канго-джамп. Сегодня в стильмагазине экспериментируем вместе с Галиной Боиштян и Аленой Бордеян, инструкторами по канго-джамп. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Слушайте, ну мне уже весело, на самом деле. Как только обуваешь вот эту вот обувь, я не знаю, как она правильно называется, уже настроение автоматически повышается. Скажите, пожалуйста, канго-джамп, да, то есть, чем этот вид спортивного направления отличается от наших тренировок в спортивной обуви? Ну, на самом деле, вы правильно говорите канго-джамп, и я хочу делать вам комплимент, потому что вы достаточно устойчиво держитесь на ботинках. Это всего второй раз в жизни, первый с вами же. Да, несмотря на то, что второй раз в жизни, да. Действительно, преимущества у ботинок хватает. Одно из самых важных преимуществ – это то, что они обладают противоударной силой. То есть, они защищают нас от ударной нагрузки. Если вы заметите в кроссовках, если вы бежите, у вас начинают болеть колени, мышцы после тренировки. Здесь же абсолютно нет никакой мышечной боли после тренировки. Поэтому она высокоэффективная, высокоэнергичная. Кстати говоря, у меня на тренировки приходили девчонки потренироваться, чтобы зарядиться и сделать дома генеральную уборку. Ничего себе! Она повышает очень сильно уровень горбона. То есть, я не зря это все сказал, да? Ну, потому что действительно очень необычно, да? Ты вроде бы стоишь, а вроде бы и прыгаешь одновременно. Вот что такое канго-джамп? Откуда у нас пришло это направление? Неужели из Австралии, где много-много кенгуру? Нет. Лена как раз хотела. Да, их изобрели канадец Грегори Лекхам, но их первый раз увидели на выставке Сесиль в 1994 году и запатентовал этот бренд Денис Навиль. И вот с тех пор очень много исследований были на этом фоне. И вот то, что у нас сейчас на ногах, это самые лучшие ботинки, которые сохраняют наш скелет здоровым и хорошим. Суставы и позвоночник. Здорово. Поэтому он очень хороший. Я уверена, что многие телезрители, которые только-только сейчас смотрят наш эфир и первый раз видят вот это устройство у нас на ногах, думают, ну, я, наверное, вот тут не встану, боюсь, наверное, есть противопоказания, колени, мышцы, суставы. Давайте так, показания и противопоказания. Вообще, я удивлюсь, если кто-то скажет, что не знает, что такое канго-джамп, потому что мы уже лет 7, наверное, в Кишиняке танцуем, пляшем, и в том числе были у вас. Противопоказания – это беременным нельзя, к сожалению, прыгать, потому что это нагрузка. Все обувь – это вообще ортопедическая. Я создала ее ортопед для того, чтобы реабилитацию проходили больные, которые прошли операцию на позвонки, на колени. Поэтому у кого проблемы с коленями, с голеностопами, это прям то, что поможет сохранить желание заниматься спортом, чтобы в кроссовках, допустим, нельзя. И делать кардио. Поэтому кому можно, можно с 7 лет. Я с 5 считала, с 5 до 90 лет. Слушайте, здесь нету разницы в возрасте. Главное, чтобы у ребенка, который вот начинает, не было меньше 30 килограмм. Вот именно вес – это самый главный, а не возраст. Понятно. В ботинках важен вес и размер ноги. Возраст не имеет значения. Моя мама в 63 года отлично на них прыгает. Вы ее сразу уговорили? Или вред? Ну, она не могла бы держаться, потому что громко играла музыка. Мы прыгали, вы сейчас сами попробуете. Вам было весело. Я, конечно, обязательно попробую это во второй раз в моей жизни. Какие еще преимущества у Канго-Джам? То есть больше калорий сжигается, может быть, не знаю, тренировка сколько обычно длится? Обычно тренировка длится около часа, 10 минут до разминка, 40 минут мы интенсивно занимаемся. Конечно же, показатели говорят о том, что эта тренировка очень высокая, высокая, эффективная и снижает до, можно потратить около 1000 килокалорий за тренировку. Около 1000 килокалорий за тренировку. Скольких девочек вы уже поставили на эти кенгурушные ножи? Достаточно много и очень хорошие показатели в плане похудения, потому что у меня, например, есть девочка, которая похудела на 13 килограмм. У нас даже есть фотография с такими штанами, где такой размер, где они не помещают. У меня тоже есть разные вот случаи, да, очень хорошие. Но вы знаете, есть и здоровое направление, потому что очень многие еще прыгают для того, чтобы им было хорошо. Во-первых, иммунная система укрепляет. И, во-вторых, ты после этого очень хорошо чувствуешь себя. Можешь весь стресс, который ты снять, просто так, прыгая. После этого тебе так хорошо, легче, чувствуешь себя очень отлично. То есть консумируем можно сказать, что это не просто модное направление, это еще очень такое оздоровительное направление, которое укрепится, и вот мода на него не исчезнет. Да, оно вызывает зависимость еще, кстати говоря. О, боже! Ой, слушай, от этого зависит еще от чего-то другого. Это как любовь. Как часто вы рекомендуете заниматься? Канг-джемп? Ну, то есть там три раза в неделю, либо еще каждый день, и окей? Ну, это зависит от человека, от его цели, от его нагрузки, от того, насколько он готов вкладываться, потому что тренировка достаточно затратная. Если мы сжигаем тысячу калорий, значит, нам нужно откуда-то эту энергию взять. Поэтому тренировка, она высокоэффективная. Здесь очень важно понимать, что дыхательная система очень классно работает, лимфатическая система. Почему и похудение? Потому что мы работаем с икрами, а вы знаете, что это лимфатическая система. Поэтому процесс похудения настолько высок, потому что он запускает абсолютно весь организм. Что же мы только говорим, мы говорим. Давайте попробуем, да? Мы работаем с ножками, с корпусом, ручками, с плечами. Но все равно можно каждый день, потому что он плохого ничего не делает. А были девочки, которые себе домой же такие вот вещи? Да, все приобретают много, да? Ну, из статистических, в том числе, соображений. Ну что, девочки, давайте... Мне очень легко и бегать, вы знаете, очень легко бегать. Боже мой, вы не видели вокруг Комсомольского озера ни одного бегуна в таких косовках? И нас догонал один бегун и говорит, я не могу понять, что за женщины такие плавные. Летают, летают. Да, да, да. Давайте покажем нашим телезрителям, что это такое. Я не обещаю, что я буду повторять абсолютно все, потому что возможно. Я тогда предлагаю, вы остаетесь... Я просто остаюсь и наблюдаю. Нет, с нами. Вы попробуйте с нами. Прекратно, давайте, я готова. Вам нужно попробовать. Начинаем с легкого бега. Важно понять, что здесь сложнее всего... Бег или прыг? Какой? Ну, это бег на месте. Это бег на месте. Это бег на месте. Да, да. То есть важно понять, что здесь баланс можно достичь за счет движения. Чем дольше мы стоим, тем сложнее удержать баланс. Это я предложила сразу вам побегать. Можно музыку погромче? Ну, у нас есть разные программы в канго. И, ну, первая программа, которую мы учим, это канго пауэр. И вот в канго пауэр у нас пять движений основных. Это у нас получается ниап, это сайдлэк, это хилап, баланс и джампинг джек. Вот. Но есть и три уровня. Первый уровень А, это когда у нас нога на полу и руки не выше уровня сердца. Да, это первый уровень. Да. Второй уровень, это когда мы уже поднимаем позицию ноги, а руки все равно остаются... На уровне сердца. Да. И третье, это когда уже работаем красиво. Боже мой. Лужно, наверное, на пятом уровне. Я пока на нулевом, но... Я предлагаю делать глупок и что? Да. Угу. Нужно подготовиться уже. Еще. Дом. Квит. И еще. Отлично. Еще разочек. Дышим, дышим, тянемся за руками. Четыре. Три. Давай попробуем ножку вперед. Раз. Два. Два. Выбрасываем ее вперед. И руками помогаем. И дышим сюда. Снова, дышим сюда. Хорошо. Отлично. Четыре. Три. Можно в стороны. Ой, ручка не помогает себе. Все равно чуть сложнее получается. Выдох. Четыре. Три. Можно попробовать баланс. Ух. Ух. Та-ра-рам. Перекидываем ножку. Старайтесь. Молодец. Я боюсь запутаться. Можно добавлять. Жаль, Дениса нет вместе с нами. Честное слово. Прям очень жаль. Девочки, кстати говоря о мужчинах. Можно. Легко. А вы валили у вас такие случаи? Да. У меня есть парень, футболист. Он специально приходил, чтобы сжечь калории. Лишние дыши. Ну как? Прекрасно. Уже вспотели, наверное, да? Ну, это такая классная интенсивная тренировка. То, что чем быстро вспотеешь, то, что ты держишь и равновесие. Это очень хорошо для координации. Часто ли падают у вас люди на тренировках? Нет, не падают. А как вы падаете? За счет чего? Падошка шире. Поэтому не падаешь. У меня есть специальная система. У вас получается нет задачи выпрыгнуть. У вас задача есть прыгнуть. И ботинок вас выталкивает. За счет этого и получается. То есть не путаются ноги. Это геометрические упражнения. Поэтому очень хорошо. Чувствуете, как он дышит уже? Прекрасный, я считаю, эксперимент для тех, кто хочет прыгнуть в лето осознанно. С хорошим настроением и красивой фигурой. Так что рекомендую как минимум попробовать. Большое спасибо, Галина. Большое спасибо, Алена. Я искренне желаю, чтобы лето у вас было в приподнятом настроении. А мы продолжаем.